здравствуйте дорогие любимые зрители глобальной волны сегодня 21 ноября 2018 года 2018 года и сегодня у нас гость которого мы несколько месяцев не показывали автор труда по политэкономии анатолий шагин и тема сегодняшнего доклада очень необычное название такое зоологическая форма движения материи хорошо анатолий пожалуйста студия ваша понятно но я занимаюсь искать и разрабатывая идеологию творческого класса и в этой идеологии таскать она немножко превосходит и идеологию рабочего класса марксизм и по этой идеологии оказывается что мир который мы видим более сложным чем пять форм движения материи которые представлены марксизме ранее я рассказывал об информационной форме движения материи которая находится между химической и биологической форме движения материи и рассказывал о человеческой форме движения материи которая находится за социальной формы движения материи а сегодня я дам пояснение о том, что же у нас о существовании еще одной формы движения материи, а именно о зоологической. Эта форма движения материи мы можем посмотреть на графике и увидеть, что зоологическая форма движения материи находится между биологической формой движения и социальной. Существование этой формы движения материи, с одной стороны, кажется, что нам нет необходимости разделять зоологическую и биологическую форму движения материи. Но если мы посмотрим на конкретные образцы, вот такой пример. Две формы движения материи. Биологическое – это растение, а зоологическое – это уже животное. Для того, чтобы разделить эти две формы движения материи, мы должны точно указать критерии, по которым мы должны это произвести. Вообще, если в общем сказать, что зоология на данный момент одна из самых быстро развивающихся наук. Основные дисциплины зоологии включают в себя следующие – систематика, морфология, эмбриология, физиология, этология, экология, зоогеография. То есть даже наука-биология, она включает в себя достаточно большое количество составляющих наук. К началу XX века в систематике зоологии оформилось 8 токсонометрических категорий. То есть вот эти все животные, они разделены токсонометрические, которые в эти категории входят следующие – домен, царство, тип, класс, отряд, семейство, род и вид. То есть такая уже сложная структура, самостоятельная. Но, к сожалению, зоологическая форма движения в философии пока еще отсутствует. На основании созданного Дарвином в 1870-м где-то году эволюционного учения зоология стала быстро развиваться. Большие успехи были достигнуты систематике. Например, если Аристотель описал около 500 животных, то Карл Линейн уже описал 4208 видов. В начале XIX века было описано 48 тысяч видов, а в конце XIX столетия – 400 тысяч. Сейчас известно более 1 миллиона видов животных. А между, кстати, между биологами и зоологами идет постоянная борьба, кто же из них главнее. На данный момент биологи являются более главными, и они в основном подчиняются, они подчиняют себе зоологам. А основная борьба идет о том, какое же явление является более главным в развитии жизни на Земле. И борьба по сущности дискуссии идет между ламаркистами, которые представляют зоологов, и дарвинистами уже более 200 лет. дарвинисты говорят, что источником развития является передача информации посредством размножения, а дарвинисты указывают на то, что основной принцип – это изменчивость, генетическая изменчивость организмов. И до сих пор еще и спор не может быть разрешен. Если посмотрим по формам движения материи, значит, в марксизме у нас представлены следующие формы движения – это механическое, физическое, химическое, биологическое и социальное. На данном графике показана по оси энергия взаимодействия элементов данной формы движения материи, а по горизонтальной оси расположен момент появления данной формы движения материи в природе. Точка, которая расположена минус 13,7 – нулевая точка, ну, это условная точка развития материи. Здесь, на этом графике, вот, кривая, зеленая кривая, она характеризует... Так, сейчас я зеленую-то показываю. Вот, сейчас видно. Зеленая кривая, она характеризует падение температуры во Вселенной. И она показывает о том, что по мере снижения температуры образуются все новые и новые формы движения материи. Сейчас температура нашей Вселенной понизилась до состояния 2,7 кельвина. Характерной точкой биологической формы движения является вот 9,9 миллиарда лет, начиная от нулевой точки, 9,9 миллиарда лет. Так сказать, ну, где-то 4 миллиарда лет назад появилась биологическая жизнь на Земле. А животная жизнь появилась на Земле уже не сразу, а через определенные... Там, через 400 миллионов лет только появилось животное, а социальная, то есть человеческая форма, появилась еще через 400 миллиардов лет. Нет, здесь между животными и организмами там, так, 3 и 4, 3 миллиарда лет. То есть животные тоже не сразу появились, они, живые организмы, накапливали информацию для того, чтобы в определенный момент развития превратиться, появился животные и организм. так, мы можем... очевидно, что растения и животные это совершенно разные, так сказать, материальные объекты. Но вот если мы возьмем сравнительную таблицу растений и животных, вот таблица отличия животных и растений, параметров различия очень много, там, строение клеток, дыхание, питание, передвижение, раздражимость, размножение, выделение, осморегуляция, рост, запас углеводов. Различия есть, но общепринято, что различия между растениями и животными достаточно условные. То есть считается, что эти различия, они только количественны, ну, у кого-то больше, у кого-то меньше, а принципиального различия до сих пор не найдено. Это понятно, что принципиального различия до сих пор не найдено. Основная гипотеза моего исследования заключается в том, что зоология является отдельной формой движения материи. И первоосновой, так сказать, этой философии изложены в книге «Социал». На данный момент, значит, эта форма движения материи, для того, чтобы пояснить, в чем же заключается форма движения материи, нужно основываться на принципах, которые развивал, Фридрих Энгельс относительно развития определенной материи. Он говорил, что, во-первых, формы движения должны быть связаны с определенным материальным носителем. Во-вторых, формы движения качественно различные должны быть. А в-третьих, формы движения принадлежащие в условиях превращаются друг к другу. А в-четвертых, формы движения материи отличаются по степени и сложностями, причем выше возникает как синтез низших. И пятое, это классификация форм движения служит основой классификации наук. Ну, если мы посмотрим на рисунок, то мы видим, что материальным носителем форм движения материи являются животные. То есть животные, которые начиная от амебы, то есть амеба уже является животным. Но это, так сказать, самый начальный первый элемент всего животного мира. по пункту 2 мы видим, что животные принципиально отличаются от растений настолько, что животные и растения образуют два отдельных царства. В науке уже принято, что это два отдельных царства. То есть это различие очень существенное. и на графике мы видим, что животная материя появляется в довольно-таки определенный момент времени отдельно от всех организмов и по мере развития природы Земли. рассмотрим, какая же материя животного имеется в природе. изначально живое произошло от простейших организмов. Известно около 70 тысяч видов простейших организмов. По современной классификации животные образуют восемь царств. Бактерии, археи, вирусы, протисты, хромисты, грибы, растения и животные. На рисунке показана самая элементарная прокариотическая клетка, которая за счет жгутика обладает способностью перемещения, а за счет различных выступов позволяет захватывать пищу для того, чтобы рассмотреть далее. Сейчас. Для того, чтобы все-таки посмотреть принципиальные материальные основания для развития живого, мы рассмотрим, какая же материя появилась вслед за появлением животных. А эта материя включает себя следующее. Это вот многоклеточные организмы, появившиеся 600 миллионов лет назад они за счет своего многоотлеточности у них развилось четыре большие группы тканей, а именно эпителиальное, эпители, то есть покрытие, мышечное, соединительное и мерное. вот у начальных животных развилось вот это вот четыре виды тканей, то есть материя именно состоит из таких. Усложнение соответственной функции этих тканей привело к появлению членостоногих 400 миллионов лет назад и происходит постоянное дальнейшее развитие. Что же является принципиальным отличием растений от животных? Если мы возьмем толковые слова русского языка Ажегова за 30 то там дано такое определение животное это живой организм существо обладающие способностью двигаться и питающиеся в отличие от растений готовыми органическими соединениями если мы базируемся на этом определении то например способность перемещаться то есть способность двигаться то материальным объектом носителем всей этой живой материи являются ноги организма и все совершенствование организма в основном должно сводиться к развитию ног но как бы мы получили бы если только ноги были главными во всем организме то мы получили бы огромное разнообразие форм ног при одинаковой одной и той же голове то есть голова не развивалась никак развитие стоит в основном развитие ног если мы из этого принципа исходим но это не является правильным также если мы посмотрим что принципиальным отличием является наличие живота то у животного бы развилась в основном система питания то есть это был бы большой желудок у которого маленькие мозги и поэтому вот этот вот эти виды ткани эпителиальные и соединительные они я считаю нельзя их первоосновой взять они являются вторичными а первичной ткани все-таки является из четырех указанных первичной является нервная ткань раз первичной является нервная ткань то можно дать такое определение животное это организм с нервной системой вот можно сравнить как определяет ожегов это организм обладающий способностью двигаться и организм с нервной системой это два разных определения но если мы забазируемся на нервную систему то нервная система охватывает все ткани организма а не только то есть нервная система она отвечает и за эпителиальную систему и за мышечную и соединительную поэтому она изначально является самой базовой без развития которой все остальные ткани могут даже и не появиться но что нам дает если мы предположим что нервная система является источником так сказать принципиального отличия нервное обучение и если мы посмотрим еще в свое время Жан-Батист Ламарк в своей книге философии зоологии он говорил следующее все все природа заставила особей приобрести или утратить под влиянием условий в которых с давних пор пребывает их порода и следовательно под влиянием преобладания употребления или неупотребления той или иной части тела все это природа сохраняет путем размножения у новых особей которые происходят от первых при условии если приобретенные изменения общи обоим полам то есть Жан-Батист Ламарк высказал идею о том что в природе в зоологической природе новые свойства приобретаемые происходят под влиянием тренировки того или иного органа и после того как они обретаются отдельным организмом они передаются половым органам следующему поколению ну обычно как говорят жираб вытягивал вытягивал шею а вот следующее поколение родилось длинной шеей то есть здесь Ламарк нам указал путь по которому вероятнее всего проходит развитие биологической формы движения материи но я бы хотел указать что здесь нам необходимо раз мы выделили нервную систему то надо и конкретно рассмотреть взаимодействие животных посредством нервов в книге социал я выделил основные ступени которым происходит развитие жизни вообще на земле а этот развитие связан с процессом познания которое можно представить формулы познания равняется творчеству плюс обучение а развитие всей живой материи происходит посредством совершенствования передачи знаний в марксизме познание творчества в основном используется для увеличения познания а в теории творческого класса то а именно обучение является основным принципом который разделяет различные виды живой материи на таблице 2 показано какие способы обучения применяются и так сказать способы обучения материи носители знания у предживого например нет способа материя предживая носителя знания нет в биологической форме движения мы имеем генный способ обучения то есть передача за счет изменения гена и последующие так сказать размножения с благоприятным геном последующего поколения материя организма зоологической же форме движения материи мы рассмотрели оказался способ обучения нервный то есть за счет нервных раздражений происходит накопление информации полезной и передача по следующему поколению а также можно рассмотреть еще есть социальная форма движения материи там способ обучения называется подражательный то есть информация передается последующему поколению посредством подражания остальным объектам исходя из этого вот раз мы вписали в эту таблицу нервный способ обучения можем сказать что зоология представляет собой отдельную форму движения материи в чем же происходит нервный способ передачи знаний зоологической формы движения он такой так сначала в результате многочисленных повторений у животного вырабатывается рефлекс то есть многочисленные повторения первоначально рефлекс не вырабатывается но на какой-то стадии когда это животному оказалось полезно то вырабатывается условный просто рефлекс вырабатывается затем этот рефлекс записывается в половых клетках и затем этот рефлекс передается новому поколению через половые клетки следующим шагом является то что этот рефлекс воспроизводится новым поколением как врожденный рефлекс и процесс познания дальше повторяется и повторяется вот именно по такой схеме то есть нервная так сказать фиксация более благоприятного поведения животного происходит за счет нервных нервных этих движений каких-то здесь есть конечно проблема записи рефлекса в половых клетках оно как бы немножко еще недостаточно освещено но я считаю что это происходит именно так рассмотрим какие типы нервных систем были выработаны природой по мере усложнения типы нервных систем мы можем видеть следующее сначала появился амеба но тип нервной системы у нее не указывается считается то ли есть то ли нет но вслед за амебой появились кишечнополостные у которых уже тип нервной системы описан это диффузная нервная система черви нематомы уже имеют стволовую более сложную нервную систему членоснотоногие моллюски имеют узловую нервную систему хордовые уже трубчатую млекопитающиеся уже я назвал головная то есть он уже так сказать использует мозг в своем поведении и человек уже высшей нервной считается высшей нервной системы таким образом мы видим что не просто материя зародилась а материя градуируется еще по усложнению типов нервных систем то есть типов материи которые представлены если взять по определению то раз у нас уже зоология науку зоологии теперь можно определить так зоология это биология организма то есть организм у нас уже есть а биологическая поведение организма и определяется зоологией таким образом мы видим что вся зоологическая форма движения материи она не просто нам нужна она расширяет наше мировоззрение относительно нашего представления о материи и здесь спор между дарвинистами и ламаркистами может быть исчерпан тем что это две разные формы движения материи растения у них основной способ совершенствования это генетическая изменчивость и соответствующие законы развития а о зоологической форме движения материи там нервная изменчивость и соответственно законы совершенно другие поведение мыши и закон развития куста они совершенно разные поэтому это надо признать что это разные формы движения материи таким образом мы рассмотрели значит зоологическую форму движения материи видим что она расположена между биологической и социальной у нее есть первый элемент в виде животных которые появляются только через 3,4 миллиарда лет после того как появляются организмы и мы видим что все принципы которые указывал Энгельс отличие форм движения материи у нас присутствует ну я считаю что зоологическая форма движения материи для нас важно понять на этом я доклад заканчиваю спасибо анатолий у меня возникли несколько вопросов которые сейчас озвучу потом наверняка у Михаила есть вопросы ну может быть кто-нибудь на нашей панели еще и присоединится ссылка на прямую панель выложены на странице глобальной волны так что если вы просто смотрите просто смотрите и вы можете смотреть просто на ютюбе на нашем резервном канале а если вы хотите задать вопрос конкретно докладчику то можете зайти к нам по ссылочке и задать вопрос непосредственно анатолию мой первый вопрос какое отношение зоология имеет к политэкономии да уж ну это две разные материи просто когда я начал исследовать вот эту политическую экономию то посмотрел что в цепи развития материи есть какой-то разрыв ну вот первоначальный разрыв он был связан с тем что я информационную форму движения материи обнаружил как бы вот обнаружил и все ну я рассказывал да между химией и биологией а затем уже как бы зацепилась и ну посмотрел есть царство растений а есть царство животных законы их развития совершенно разные два целых царства и объединены в одной в одной материи это не совсем правильно ну пришлось конечно помучиться побиться сначала я наскоком-то пробовал сразу решить эту проблему а ничего сразу наскоком не просто вот эта вот гармония развития материи в этом месте было было очевиден оказалось разрыв понимаю если посмотреть на марксизм как некое философское учение то как бы ваше учение тоже является как бы развитием философии то есть а философия это любовь к знаниям то есть это широкий спектр знаний на скажем так не узконаправленный а широко широко направленный в общем любовь к знаниям различные всякие знания и вы пытаетесь сказать систематизировать их да да хорошо понятно вот когда вы рассказывали о царстве животных и растений я подумал об еще одном царстве скажем так можно сказать доминантном царстве на земле это царство насекомых которые тоже вот как вы говорили в определении передвигаются ну еще к тому же есть очень социальные насекомые которые образуют колонии города мегаполисы государства то есть очень развитые у них социальные отношения обладают нервной системой и считается что появились на земле то есть долго до динозавров да 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 как вы относитесь куда вы отнесете насекомых ну насекомые сейчас относятся к зоологической форме движения но если углубить свои знания то все таки насекомые это отдельная форма движения материи они появились раньше чем позвоночные насекомые насекомые же раньше появились у них конечно но это считается да и поэтому и принципы их развития уже другой принцип развития у них ну по сравнению с позвоночными у них принципы нет ни коллективизма ничего такого то есть если глубже вкопаться то это тоже отдельная форма движения материи а например еще есть геологическая форма движения материи кто-то говорит там куча ученых бьются а для того чтобы определить надо по данным по этому графику сказать что вот в этой точке появился геологическая форма движения материи определить первый элемент который характеризует эту форму движения надо примерно определиться с энергетикой взаимодействия то есть в какую ну вот сейчас я покажу вот где на данном графике находится данная форма движения материи если определить так сказать первый элемент который характеризует энергетику взаимодействия то есть надо определить между какими формами движения материи он расположен и то я считаю что конечно меня трудно будет обойти я уже три формы движения материи но надо стараться вот я говорю геологическая тоже форма движения материи потому что когда-то геологическая она принципиально в чем это первым элементом геологии является минерал вот если мы на этом графике покажем точку где появились минералы они появились после химического но до информационного и минералы являются как бы источником появления другой следующей формы движения без минералов не образуется супрамолекул вот такая хитрушка и аналогично и с членистоногими без членистоногих не образуется позвоночная то есть это звено которое в цепи развития материи оно без него материя дальше не будет развиваться а давайте поговорим еще про вот этот ваш график то есть у вас зеленая это температура вселенной ну да температура вселенной то есть получается что сейчас мы находимся при температуре плюс 2 2,7 кельвина то есть это очень очень низкая близко к абсолютному нулю ну это средний температура красный график это электрон вольт это энергия энергия взаимодействия элементов материи то есть вот химическое химическое например температура и энергия и вы на один график помещаете и молекулы то есть при этом брауновское движение и там животных и человека да график очень ценный я как бы случайно он выбыл но очень ценный а и вот как бы еще здесь же есть если рассмотреть вот в эту сторону то там должен Михаил Сурин мне уже должен рассказать об эфирной форме движения материи а для этого надо рассказать какая материя какой первый элемент какие типы материи развиваются описать энергетику то есть вот здесь вот между механической и физической должна быть еще эфирная форма движения материи тонкоматериально но к этому мы еще вернемся это это сложно потому что людей занимающихся эфиродинамикой в принципе это не не сложное но это для них это сложно можно сказать много чего и про тонкую материю и про более плотную материю и про жидкость и про сложность в чем заключается что эфирщики они считают что они физики а если они говорят об эфирной материи это уже не физическая материя не физическая здесь надо понять что эфир это не физическая материя то есть они не могут быть физиками они могут быть только эфирщиками ну ладно это как бы ваша интерпретация но я просто когда вся система выстраивается то ладно ладно не будем критиковать сейчас я просто говорю что чисто мировоззренчески если он чувствует себя физиком то он не может быть эфирщиками но это то же самое как он если биолог он в химии там чуть-чуть понимает в химии но химиком он уже никогда не станет биологам да химикам нет он не откроет ничего в химии нет но если он только не природовед или философ то есть если он может относиться ко всему философски и смотреть как бы в разные области нет просто здесь уже чисто мировоззренческая позиция как физики не понимают химиков так и химики не понимают физиков вообще хорошо давайте еще вот вопросик по этому графику вы считаете что ну вы являетесь сторонником того что жизнь развивалась на земле линейно то есть от простейшего к сложному сторонник это как бы уже подтвержденный факт нет но понимаете альтернатива есть циклическое то есть развитие то есть какая циклическая если вы циклическая то есть объекты там можно привнести извне допустим жизнь организмы которые живут и развиваются какое-то время а потом катастрофы природные космические то есть жизнь обнуляется и появляются новые формы жизни то есть это же вполне логично я не спорю может быть и такое оно бывает муравейника сожгешь а потом через пару лет другой вырастает муравейник но это здесь вопрос упирается не в то что жизнь возрождается а в том что как она первично появилась то ли на земле то ли не на земле вопрос о том как она первично появилась а первично она должна вот по этому графику и развиваться этот график показывает что жизнь появление жизни неизбежно но вы не утверждаете что она первично появилась на земле или утверждаете не утверждает не знаю на земле есть он там на глубине там 200 метров есть бактерии откуда они там селись роют и находят а раз есть бактерии значит уже какое-то проявление жизни там лед растаял через 200 лет лет растает лед те бактерии проявятся ну то есть я не придерживаюсь ни той ни той теории для меня это не принципиально хорошо то ли на нашей планете появилась жизнь то ли на другой но она неизбежно по этому графику должна появиться на графике есть животные и есть люди то есть вы людей не относите к животным не вообще человек это примат то есть он как бы исходный это животное просто примат вы придерживаете гипотезы Дарвина что человек как бы произошел от обезьяны да то есть изначально он как бы примат это навряд ли кто-либо оспорит ну хвоста не видно но вы знаете что сейчас в последнее время дарвинистские эти теории немножко пошатнулись ну я не знаю если вы найдете ну исследования показывают что мы блин там на 99% со свиньей блин похожи чуть-чуть генетически то есть природа у нас одна и та же а на 4% отличаемся от червяда да и в общем-то так сказать природа у нас заложена одна и та же хорошо ну вот и последний вопрос что вы считаете про такое понятие как душа если душа у животных и если душа у человека души не существует значит вы не признаете понятие душа нет хорошо то есть ответ я не буду вас переубеждать или критировать просто проясняем позиции я как бы признаю не душе и не признаю сознание и даже сознание так но сознание не существует нет душа не существует это такая позиция есть то есть это этого вы не удивите а вот что вы имеете ввиду под тем что сознание не существует сознание это медицинский термин который единственное объясняется человек потерял сознание или человек обрел сознание все это не материальный объект сознания поэтому оперировать его невозможно не измерить не проверить но вот если скажем так у вас компьютер включен допустим но он без сознания то есть программный сбой но это же сразу же видно животные бывают без сознания тоже не только такая функция людей качество не я говорю медицинский он независим животные так можно и растения и камни без сознания все без сознания не просто сознание придумано там Марксом и Энгельсом для того чтобы дать отличительную характеристику человека от обезьяны чем отличается от сознания трудом так сказать творчеством орудийной деятельностью но это для того чтобы принципиально отличить человека от обезьяны вот это понятие сознания введено ладно ну в принципе все у меня вопросов нету михаил хотите задать вопрос анатолий у меня особых вопросов нет вопрос все-таки когда же какая-то грань вот как отделить вот эту грань чисто зоологической формы движения вот скажем там человеческой социальной и так далее то есть когда мы становимся грубо говоря чем-то людьми вот и уходим от животного мира где она эта грань как можно ли ее увидеть какие-то принципиальные ну скажем характеристики этого можно предложить вот грань можно увидеть вот из этой таблицы принципиальное развитие человека заключается в способе обучения если в зоологической нервной способ обучения то есть передача посредством нервов то есть появляются нервы у животных и за счет нервов происходит передача знаний последующим поколениям то у человека это более подражательный способ передачи информации то есть человек обучается более мощным способом чем животное способ передачи информации последующему поколению подражательный он намного мощнее чем нервный нервный это значит пока через половые клетки а подражательный то есть я посмотрел как другой человек работает и работает так же ну например вот те же обезьяны там какая-то научилась отделять песок от риса бросая смесь в воду а остальные раз посмотрели а почему нам нельзя и они тоже начинают бросать рис в воду с песком песок тонет рис плавает собрал съел то есть основное отличие это способы обучения то есть и скажем у животных по крайней мере этой социальной формы сколько хочешь например с теми же обезьянами и прочим ну если говорить точнее про человека то у человека книжный способ обучения то есть можно обучаться не имея прямого контакта с учителем и то есть книга является источником источником увеличения твоих производительных сил момент появление по сути книги да записи знаний ну а книга это тоже форма записи знаний ну там ну можно писать на скале на чем угодно на мамонта ну здесь принципиально что отсутствует учитель носителем знаний является книга у человека у обезьяны нет книги пока не доперли да вот так а так вообще базологически понятно формы движения материи я не знаю мне такое ощущение что значительная часть людей по крайней мере где-то находятся на грани ближе скорее к зоологической форме чем какой-то там социальной форме ну а че ну люди простые им так сказать удовлетворить основные потребности ну да их не так уж много основных потребностей хорошо если вопросов больше нету то может быть мы повторим что вот если у нас как раз 13 человек сейчас смотрят если вам интересна данная тема что можно почитать книгу Анатолия Шагина социал там где-то она более как бы это развита ну как бы это вы на сегодняшняя встреча была на основе социала да да на нашей интеллектуальной ярмарке глобальная волна есть книга социал ее можно скачать за небольшую плату всего лишь 100 рублей да да хорошо спасибо большое Анатолий мы завершаем сегодняшнюю трансляцию во вторник будет встреча с Владимиром Акимовичем в 8 часов как обычно завершаем ну продолжаем прошлую тему а какая прошлая была опять философия естества знания да философия познания и эфиродинамика когда я был маленьким не не ну Анатолий вы предлагаем купить эту книгу ознакомиться может даже Владимир Акимович вам бесплатно пришлет наверное спасибо тоже философский взгляд на развитие техники да спасибо спасибо завершаем спасибо 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 Продолжение следует...